Всем привет! Я рассказываю про плагин для IntelliJ IDEA для работы с Celest. Показывать я буду на примере демо проекта, который расположен вот по такому адресу в гитхабе. Если вы только начинаете изучать Celest, то я рекомендую начать с того, чтобы скачать этот демо проект, загрузить его, собрать и посмотреть, что там внутри. Потому что там такой репрезентативный пример того, что Celest может делать. Но здесь, если его просто в чистую IntelliJ IDEA загрузить, то мы здесь видим, во-первых, Celest is call file. Мы видим после Mavin сборки, что у нас generated sources появились какие-то с кода генерированные классы. И эти классы, они используются, ну вот, например, в тестах у нас. Все хорошо, но как бы надо вручную запускать Mavin task'и для того, чтобы коды генерировать. И навигация не очень удобная. Давайте навигация, я имею в виду, между вот Create Table и тем классом, который с кода генерировался. Давайте теперь посмотрим, попробуем установить Celest SQL плагин и посмотрим, что он нам даст. Устанавливаем мы его в окошке Settings, Marketplace. Начинаем искать слово Celest. И вот у нас здесь в списке плагинов, доступных для скачивания имеется Celest SQL. Нажимаем на кнопочку Install. Он качается с IntelliJ Marketplace и инсталируется. Все, он установился. Надо дать ему поработать. И у нас появились навигационные line-маркеры, которые позволяют нам делать следующее. Если мы находимся вот, например, Create Table или даже Create View, то мы можем на этот line-маркер нажать и мы попадаем автоматом с кода генерированный класс. Отсюда мы можем попасть обратно в SQL. Это довольно удобно, упрощает нам жизнь, потому что если мы, допустим, используем какой-нибудь Order Header курсор в процессе написания кода, мы хотим посмотреть, как вообще он определен в виде SQL. Мы можем прокликать его определение, потом еще раз прокликать и быстро прийти в SQL, который определяет этот курсор. Кроме того, у нас имеется автоматическая кода генерация, то есть не надо ничего запускать вручную. Ну и если мы хотим добавить, допустим, сюда какое-нибудь поле, например, Description, Varchar, допустим, 100. Мы просто сохраняем файл, потом мы кликаем на его определение и мы видим, что поле Description, оно уже здесь появилось. То есть плагин, он автоматом запускает кода генерацию наших курсоров. Поэтому вы можете напрямую работать с SQL, и у вас это тут же будет отражаться в Java коде. Если же мы, допустим, сделаем какую-нибудь синтаксическую ошибку, ну вот как-нибудь так, и коды генерации не справятся с процессом, то у нас здесь появляется вот такое вот сообщение Error During Generation in Celeste. Что это нам дает? Нажав на кнопку Rerun Mavin Goal, у нас появляется здесь панелька с запуском Mavin Goal. И она запускает ровно тот самый Mavin Goal, который отвечает за перегенерацию курсоров. И здесь в сообщении об ошибке, кликнув сюда, мы попадаем ровно на то самое место, которое привело к синтаксической ошибке. Вот он говорит, что здесь Identifier, а он ожидал здесь видеть название типа. Вот, после этого мы поменяли наш текст, чтобы он скомпилировался, и здесь нажимаем на Run, и здесь вот в этой панели достаточно удобно работать, добиваясь того, чтобы Celeste SQL компилировался и давал правильный результат. Плагин автоматом распознает наличие Celeste SQL в папке. Ну, по умолчанию это SRCMN Celeste SQL. Но если в вашем помнике настроены какие-то нестандартные пути к Celeste SQL, то плагин также их распознает. Ну, вот, собственно говоря, то, что умеет делать версия плагина первая, та, которая сейчас загружена на JetBrains Market. Это только начало. Я думаю, что плагин мы будем развивать и еще новые фичи в него добавлять. Продолжение следует...